Дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал! Сегодня 13 марта и прошло ровно 10 дней после пикировки наших сеянцев глоксинии. Вот так вот они выглядят. Эти две пложки, вот это вот и вот это, это семена из моих опылений. Вот так они дружно все после пикировки запустились активно в рост. И вот семена покупные. Вот даже эта малюска, которую я сажала, перемещала, вот она тоже пошла в рост. И вот смотрю, кто-то там еще пытается взойти. Покупные выглядят немножко поменьше и появился небольшой налет. Так что здесь я вот так вот проведу рыхление. Через 4 дня после этой пикировки я уже стала приоткрывать крышечки и проветривать. И вот сейчас они уже стоят полностью без укрытия. Вот эти вот две коробочки я оставила под искусственным светом. А вот эту вот я поставила на естественное освещение. И немного, если можно заметить, стволики вытянулись. Так что еще нужно оставлять под искусственным светом, чтобы глоксиния не тянулась. И, конечно, вот уже видно, они скоро сомкнутся между собой. И нужно будет пересаживать в 100-граммовые рюмочки. Вот в этом контейнере есть уже 5 штучек, которые можно смело переместить в 100-граммовые рюмочки. Пересадить. Потому как уже листики в ширину уже этот росток около 5 сантиметров. И сейчас покажу, как аккуратно все это переместить. За этот момент никаких подкормок у них не было. Вот уже видно, что эта глоксиния зашла уже на другую. Поэтому аккуратно поднимаем. Я уже набрала стаканчики. Делаем небольшое углубление и перемещаем. Очередные пересадки очень нравятся глоксиниям. Так что не нужно бояться. Я уже чувствовала, что там достаточно светлые длинные корешки за это время выросли. Торф чистый агробалт. Отверстий нет в стаканчиках. Ну и возьмем одну вот отсюда. Вот видно, что у нее потянулся немножко ствол. Поэтому рано выставлять их на естественный свет. Или естественный свет и плюс добавлять еще обязательно подсветку. И также вот эти вот сейчас пересаженные глоксинии я снова отправлю на стеллаж с подсветкой. И теперь немного поливаю вокруг. Если немножко попадает на листики, ничего страшного. Буквально чайная ложечка. Больше не нужно. Ну и теперь по мере роста остальных я их буду также перемещать в 100-граммовые рюмочки. Вот уже и тут можно несколько взять еще и перевалить их в 100-граммовые рюмочки. Так что вот такая вот динамика получается прошло месяц и 10 дней от посева наших семян. Очень быстро глоксиния начинает расти после первой пикировки. И в дальнейшем после вот такой перевалки тоже глоксиния начинает идти в рост. Буквально через 10 дней я начну уже добавлять удобрения бочка или кристаллон для вот этих вот пересаженных. В контейнерах никаких удобрений давать не буду до момента перевалки в 100-граммовые рюмочки. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. С удовольствием отвечу. Всем удачного выращивания, пышного цветения и до новых встреч!